Сегодня отмечается Всемирный день писателя. Именно к этому дню в историко-культурном центре состоялась встреча учащихся Видновской школы номер два с писателем, нашим земляком Анатолием Бабичем, автором книги «Дети войны. Дети победы». У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия невосполнимая потери прекрасного мира детства, которое прервалось 22 июня 1941 года. В своей автобиографической повести Анатолий Григорьевич вспоминает о детских и юношеских годах в тяжелое послевоенное время, о судьбах близких людей, дружбе, верности, долге и чести. Когда я писал эту книгу, я слез вылил, наверное, как Аральское море, которое сейчас высохло, и там чуть-чуть осталось воды. И жена мне всегда говорила, да брось ты, сердце посадишь свое, кому это нужно, кто будет читать и так дальше. А потом уже, когда она умирала, я ей проспект показала книги, она мне поставила задачу дописать. Как говорит автор, рассмотренные в книге судьбы события и личные поступки и качества общие для всех детей войны. В те годы они быстро взрослели и, не набравшись сил, подставляли спины под тяжелую мужскую работу. Вот такие встречи, они для пожилых людей, как бальзам на сердце. Потому что, вот я вам скажу, я своих детей тоже не знал практически. Потому что то в командировках, то на полигонах, такой теплоты, как сегодня я испытываю, вот к чужим детям, которые, ну, до того прекрасны, прекрасны своим отношением к встречам с пожилыми людьми. Ребята слушали Анатолия Григорьевича с неподдельным интересом. А затем, как говорят школьным языком, был лес рук из желающих задать вопросы и выразить свои благодарность и восхищение автору. Я хотела бы сказать вам спасибо за интересный рассказ. Потому что вы все смогут вспомнить из своей молодости такой душевный рассказ. У меня здесь никто не пропустил, многие уважения, все слова, тревоги, кому-нибудь еще раз попросить. Спасибо. Мне так понравилось. Я вот при первой возможности возьму вот в библиотеке книги его. Мне очень интересно почитать будет. Ну, это словами не передать восхищение. Когда он немного плакал от эмоций, то у меня прям сами лились слезы. И просто это замечательный человек, с которым можно поделиться впечатлениями. Анатолий Григорьевич пишет книги о детях войны для сегодняшних детей, чтобы помнили о тех, кто отвоевал счастье и мир в далекие сороковые, чтобы гордились теми, кто и сегодня поддерживает традиции защиты Отечества. Совсем недавно Анатолий Бабич закончил свою вторую книгу «Защитники неба». Это автобиографическая повесть, рассказывающая о службе в военно-воздушных силах. Первые несколько экземпляров автор подарил историко-культурному центру.